вот так вот друзья привет проходит мое утро собираясь на работу смотрю просто снимает камеры нет потому что в темноте потому что с телефоном с включенной вспышкой отдела новые сережки смотрю как вроде подходит красный цвет вообще подходит на темную прическу вот так что буду продолжать собираться так вот все выглядит примерно в темноте какой-то ориентир смотрю на себя на что-то пытаюсь видеть без пышки просто будет не видно поэтому сейчас с другой стороны попробую страны вообще ни черта не видно но тут камера хуже сейчас на на свободу выйду из ванной так что просто в ванной пока там сушила волосы пыталась как-то в темноте сережки одеть поменять в общем сейчас покажусь прикол в общем вот так вот новые сережечки думаю ну у меня дофига всяких украшений и сережек в том числе я их еще покупала когда даже у меня уши были не проколоты но я уже об этом думала вот и покупала все что нравится вот и вот такие вот эти по моему мне достались в подарок в леди коллекшн за большую покупку вот так что потом на фоне во все треши ну блин просто темно и поэтому как на фоне чего вам снять в общем они такие темно серые темно серый металл который хорошо с моим низом сочетается и красные камешки которые хорошо с кофточкой сочетается ну и плюс общий тон такой ну волосы цвет глаз да под них хорошо винный оттенок подходит так что сейчас чай попью и на работу побежала вот так что увидимся кстати что случилось потом расскажу сейчас просто некогда друзья дубль два вчера в большой комнате не было ничего сейчас я пришла домой тут вокруг люстра и вот там вот за полками наверху два пятна образовались и огромное пятно в области выключателя как видите вот сейчас посмотрим что делается коридоре вроде бы здесь все подсохло выключатель как видите коротнул он не работает так сейчас тут посмотрим вчера тут вообще все плыло ну вот тут высохло там угол тоже тут ореол тут угол более-менее высох ну как относительно какая-то красная хрень здесь тоже ведь пятно и вот пятно но они подсохшие естественно все вот здесь вот шов весь между рамой и проемом окон и все это текло вчера вот все окно грязное так сейчас посмотрю на кухню потому что насколько я знаю они там заливали вчера только только три комнаты вот непонятное пятно тоже не знаю видно будет или нет наверно не видно вот здесь про вот оно пятно знаю как указать вы наверно не видно вот здесь ладно это стык вот здесь все желтое что можно сказать на шве тут все желтое вот там потек скорее всего они залили сегодня кухню поэтому вот здесь теперь течет так сейчас на кухне посмотрим вчера о да вчера просто не был на кухне никаких пятен вот все течет и вот там дырка откололась от я показывал вчера во влоге кусок от потолка откололся видимо в момент когда они там что-то штробили усиленно вот я переживаю что ну вот по этим штукам течет вода просто сейчас вот тут нету по трубам ну вот в углах тоже нету вот тут пока только по стыку стык весь мокрый и короче чё будет дальше я звоню этому мужику который делает ремонт он трубку не берет абонент не абонент бегать за ним я не хочу я как бы не обязана я вот напишу заявление куда-то в управляющую компанию они пусть разбираются короче вот такие дела пока держу вас в курсе всем привет у нас новый день и опять делают ремонт так тут алиска пришла по скрестись немножко я хочу всех девочек поздравить с 8 марта влог наверное выйдет уже позже поэтому с прошедшим вот алисенька пришла шумят как всегда хотела вам показать цветочки мы купили их в авоське ну я думаю что многие наверное заходили тоже их продавали по всему всему миру по моему потому что многие уже показывали гиацинт в общем мы купили в авоське по 69 рублей вроде как луковицы были разного цвета но оказались они все розовые вот в общем такая красота на фоне продолжающейся зимы вот еще хотела отметить что смотрите какая разница вроде как гиацинты везде одинаковые но в авоське мы покупали по 69 в пятерочке они 99 в магните 109 а в дикси 129 то есть видите какая разница в ценах в общем-то алиска алиска хищку моя конфета вот в общем всех хочу поздравить наверное уже с прошедшим дам пожелать всего всего и чтобы несмотря ни на что была весна всегда и море цветов и настроение хорошее и вообще всего всего и солнышко побольше и улыбок и чтобы ваши мужчины всегда делали вам маленькие сюрпризы а может и большие и не по праздникам вот так что вот так вот пока идет вот кстати у меня тут мой любимчик зацвел уже отцветает такие белые шишечки на нем разросся в большом горшке вот так что обильно цветет уже цветает сколько было цветоносов вот такой вот красавец мой так вот пока день начинается сейчас жду ремонтника расскажу вам более-менее подробности так народ всем привет вот что значит мыть голову на ночь стоит и причесон ладно я вот так вот сяду и будет незаметно что хочу сказать проблема утопающих дело решать самим утопающим короче говоря это походу так во всей россии происходит я тут завтракаю и я в общем решила с вами побеседовать пока мне никто не звонит в общем после первого видео которое было выпущено практически вот снято и выпущено в тот же день значит что какие были мои действия на следующий день а нет все это происходило это мама пришла вот они там опять шумят наверху причем на телефон не отвечают мама пришла с работы она раньше приходит и в общем то она все это обнаружила коротнула проводку за сверкало все кругом отрубилась верхний свет отрубилась вся техника вообще весь этот рубился потом щитки она смогла включить только розетки остальное не включается в принципе вот да и она как бы ну решила не включать потому что проходы влажные то есть как вы видели с люстр с выключателей течет вода прям по стене по потолку все все нормально вот в общем и она бегала значит туда наверх поскольку сверху все это течет они значит там такие типа ой как же так так не могло быть ну вот я считаю что они просто нарушили технологию укладки заливного пола вот и все нарушили технологии поэтому не проложили вода изоляционный слой и вся вода которая влажность была в этом слой она хлынула вниз вот просочилась а куда и деваться вверх она не может верхний слой застывает в общем вот так вот хотя он должен испаряться вверх значит неправильные были условия то есть у них там открытые окна это все при закрытых окнах должно происходить в общем ну видимо нарушена технология сто процентов вот иначе она побежала к ним они такие ой типа как так так не может быть в общем сейчас мы не можем вот давайте завтра она горит завтра я поздно буду он говорит ну кто-то у вас взрослых придет домой раньше да мы мы сидим здесь ждем вас пока вы нам не позвонить пришла я в общем раньше звать она оставила этот номер я звоню на этот номер а там абонент не абонент ладно думаю ну позвонил ей нагреты иди наверх я поднялась наверх через черный ход потому что если идти через обычный ну где лифты то там не откроют потому что не работает звонок вот поэтому я пошла кругом через черный ход там можно пройти прямо напрямую квартире вот адресного квартиры звонка тоже нету пришлось туда ломиться вот но естественно мне никто не открыл опять же а вот и в общем я пошла опять вниз спустилась на первый этаж спросила у консьержа ушли ли строители с 11 этажа он понятия не имел а вот ну видно закрывался когда они уходили потому что все консьержи в курсе что там идет ремонт вот посмотрела позвонила оттуда еще раз думала может быть у меня просто не проходит звонок потому что у этого строителя оператор мегафон у меня мтс и звонок либо абонент не абонент бывало либо звонок вообще не проходит то есть тишина тишина а потом голос говорит что типа абонент вне зоны доступа либо вообще просто сбрасывается в общем у меня такое редко бывает и это странно обычно это из-за плохой связи вот поэтому я вышла на балкон оттуда позвонила вышла спустилась на первый этаж оттуда позвонила все равно абонент не абонент вот в общем дальше дальше круче дальше я нашла там на доске объявлений телефоны наших местных жкх и прочим вот и позвонила значит в службу экстренная оперативная служба жкх что-то такое в общем единый там номер я думаю что раз он единый в нашем районе он наверно единый по всей москве может быть кто-то с этим номером знаком он заканчивается на 53 53 вот так что имейте ввиду туда звонить бесполезно вам там не помогут там сидят операторы которые просто принимают вашу заявку и перенаправляют ее в службу там как какую вам нужно сантехники или там вот электрики или еще куда-то вот в общем я позвонила дура наивная там значит женщина прям не обещала сказочных гор говорит опишите вашу ситуацию я ей описала все что с потолка вода льется и сейчас уже второй день мы сидим без электричества потому что течет вода по люстре по выключателям прям через стену через по окну течет вода то есть где вот стыке плит там как бы разгерметилась наверное разгерметизировалась и там проникает вода с верхнего этажа чем там наверху заниматься я без понятия вообще ну как бы я знала что они там заливной пол делают но оператор сказала что не знаю может они там не знаю залили весь пол водой и решили вот так повеселиться откуда я знаю вот в общем ну она записала мою заявку запишите номер вашей заявки через 20 минут вам позвонит сантехника и договорится когда к вам прийти ну сижу жду и в общем через 20 минут ломятся ко мне в квартиру уже а звонок то у нас не работает то есть у нас ни звонок не работает ни верхний свет не работает ни телефон не работает городской вот в общем ломится ко мне в дверь я открываю а там стоит бугай огромный просто вот такая вот харя плечи ух в руке этот самый ключ разводной он им значит размахивает типа чё вы звоните чё вы чё вы нам вообще беспокоите нас вот чё у вас случилось то есть такой вот ну мужик я даже не знаю какой национальности но два русских слова воедино связать это большая проблема в общем заходит я говорю вы дверь закрывайте за собой потому что у нас кошка она может выскочить он закрыл и говорит у вас темно включите свет я говорю я не могу вам включить свет потому что тогда мало ли чё видите вон потолок мокрый все ходы мокрые выключатели мокрые я сейчас включу свет а тут полыхнёт и мы с вами тут сгорим заживо вы этого хотите он такой я не понимаю вообще что происходит начал махать этим крючок я говорю вы видите что у меня всё мокрое мокрый потолок мокрые выключатели выключатели не работают иначе бы тут опять всё закоротило вот в общем он ну прикинулся каким-то идиотом говорит у вас маленькое пятнышко не стоит из этого делать такую проблему и ушёл я его уже в коридоре догнала и говорю здрасте вы разве не должны зафиксировать данные какой-то акт составить вам нужен акт закричал он я говорю конечно мне нужен акт мне нужно достоверное какое-то доказательство того что произошло помимо видео которое я снимала что вода капает с потолка ещё должен быть акт об ущербе каком-то чтобы мы могли уже на что-то рассчитывать с этих ремонтников или нет вы хотите акт кричит он я говорю да я хочу акт как все нормальные люди в общем он кричал кричал в итоге сказал что он сантехник он акты не составляет он вернётся на базу там скажет в мою заявку внесут значит просьбу о составлении акта об ущербе и со мной свяжутся и всё и ушёл вот вот так вот ну а продолжение наверное будет рассказать вам не знаю сразу просто уже десять минут получается и шумно в общем пока расскажу второй день как было всё во второй день я вам вставлю кусочек я тоже снимала как это всё происходило и уже буквально наверное через нет когда не через час на следующий день вот на следующий день мне позвонила женщина я была на работе она мне позвонила и говорит вам типа оказали помощь я говорю нет а что вы хотите я говорю хочу акт о нанесённом ущербе она говорит надо вызывать технолога этого самого специалиста специалиста технолога в общем что-то такое который составит акт я говорю ну давайте его вызовем потому что вы меня уже задолбали со своими вот этими вот иди туда не знаю куда и вообще сама разбирайся нам не звони вот это вот уже надоело вот в общем на работе я а нет это было через час да через час она мне позвонила и вам оказали помощь я говорю нет вот и в общем она говорит чтобы подать заявку вам нужно позвонить будет завтра там за несколько часов до прихода мастера я говорю а сейчас мы не можем эту заявку подать нет сейчас я просто уточняю помогли вам или нет вообще потом с работы в общем я после обеда звоню чтобы оформить заявку на этого мастера она оформляет заявку потом перезванивает мне через полчаса и говорит мастер сегодня к вам не придет то есть а мы как мы договаривались что придет мастер в четверг вечером ну я еще подумала короткий день как раз удобно мы будем раньше дома и как раз этот мастер придет и в общем то проблем не надо там отпрашивать с работы и прочее вот в итоге значит мне звание перезванивает через полчаса я придет и говорит мастер к вам сегодня не придет я говорю а когда придет она говорит в понедельник я говорю здрасте мы должны целую неделю без света сидеть я и так жду два дня вы ничего не можете сделать какой-то сантехник который двух слов русских между собой связать не может помочь он ничем не смог потому что он сантехник акт он не составляет потому что он не умеет он только вот ключом гаечным может размахивать в общем пипец просто слов нет и вот сегодня понедельник то есть мы считайте со среды без света без верхнего вот у меня в комнате лампочка в большой комнате лампочка и на кухне лампочка все настольные и ничего нельзя делать вечером соответственно темно как в жопе вот я ей говорю значит тетки а когда он придет она говорит в понедельник я говорю мы до понедельника должны без света сидеть она говорит я вас понимаю я говорю да ни хрена вы не понимаете что такое сидеть без света я говорю ладно давайте заявку на понедельник ставим когда он придет мастер она говорит в течении дня я говорю да вы охренели что ли то есть я неделю сижу без света а потом еще должна брать за свой счет один день чтобы целый день ждать вашего мастера ну я вас понимаю я говорю да ни хрена вы не понимаете в общем я завелась прям не на шутку вот достали в общем я еще тогда когда вот мы с ней ругались по телефону еще тогда я поняла наверное что это гиблое дело что зря я затеяла все это с этим актом но все таки уже ради принципа я должна этот чертов акт получить походу это будет в ущерб работе и соответственно за эти дни мне никто не заплатит но я получу акт наверное это та цена самая которая должна быть вот в общем сегодня у нас понедельник я соответственно жду этого самого мастера который составит акт значит задача была какая что в 8 утра мне этот специалист позвонит и скажет в какое время он придет в 8 утра мне никто не позвонил я звонила сама где-то в районе 9 туда вот на что мне оператор сказала да да мастер вам сам позвонит я говорю ну вообще-то сказали позвонит в 8 утра а уже как бы 9 час почти и она еще не звонила этот мастер или он и потом как бы он придет скажет во сколько придет то есть я постоянно повторяла что мне важно чтобы мастер пришел до 12 и позвонил соответственно раньше ну походу всем на всех плевать вообще что вам нужно именно вот пораньше да извините срать мы хотели то что вам надо до 12 и у нас там еще 30 клиентов которые тоже в течение дня могут подождать но нет в общем мастер еще не звонил или не звонила и когда он придет тоже неизвестно пока сижу дома поскольку я все-таки хочу получить этот такт видимо мне надо пожертвовать своей зарплатой для этого вот так что вот так вот пока что сижу жду сейчас у нас сейчас гляну не гляну короче сейчас где-то в районе 11 часов пол одиннадцатого одиннадцать и никто мне еще не звонил и никто еще не приходил так что сижу жду у меня сегодня вот такой завтрак я еще не завтракала чай заварила с малинкой вот такой и кружечка у меня тоже с малинкой так что буду завтракать ох подробности вам как всегда расскажу но уже на самом деле все высохло и единственное что остается это вызвать электрика и по ходу акта о состоянии ущерба я не дождусь в общем ставим пальчики вверх и увидимся в ближайшем будущем расскажу вам подробности пока пока